Это мир Авито, где я продаю эффективно. Ведь каждый день здесь ищет авто более трех миллионов пользователей по всей стране. Продвигаю объявления, изучаю аналитику, регулирую цены и все это на едином сервисе. Откройте все возможности Авито для вашего бизнеса. Привет, Макс, как дела? Прекрасно, Сергей. Спасибо, что пригласили меня. Опять, хочу напомнить нашим зрителям, что Макс – это один из ведущих экспертов по процессам в дилерских центрах США. Он является автором многих книг, и мы уже опубликовали одну из его книг «Perfect Dealership». В переводе на русский язык ее название звучит как «Идеальный дилерский центр». И скоро мы опубликуем его вторую книгу под названием «Автобизнес 101». Русские читатели не поймут, что значит «101», в русском языке такого нету, поэтому книга будет называться «Основы автобизнеса». Итак, Макс, спасибо, что уделили время. Я задам вам несколько вопросов об автобизнесе в целом и вашей новой книге. Первый вопрос так и напрашивается. В прошлом году в сфере автобизнеса произошло множество неожиданных изменений. Расскажите немного о тенденциях, о том, что изменилось в автобизнесе в связи с пандемией. Вы правы. 2020 год оказался очень насыщенным. Он принес с собой много неожиданностей и эмоциональных потрясений для таких людей, как мы с вами, и для автодилеров. Если вспомнить то, что происходило в начале марта, настроения были такие, будто наступает конец света. Когда все рушится и закрывается, люди в последнюю очередь думают о покупке автомобилей. Наиболее значимым для меня открытием стало то, насколько важен отдел сервиса. В Соединенных Штатах считается, что отдел сервиса – это критически важное место, которое должно работать всегда. И все же в некоторых Штатах после начала пандемии сервисные отделы были закрыты. В этих обстоятельствах даже умение продавать автомобили не помогало дилерам. Нужно было уметь продавать не только автомобили, но и запчасти, сервис и работу технических специалистов. Для меня эта мысль оказалась очень важной. Увы, даже в густонаселенных областях дилеры не уделяют сервису должное внимание. Они уверены, что и в сложное время смогут получить прибыль с продаж. Но пандемия показала всю непредсказуемость жизни. Эффективными должны быть все процессы. Не следует полагаться на продажи и пренебрегать сервисом. Понимаю, понимаю. Вы хотите донести мысль, я подчеркиваю это, о ценности и важности отдела сервиса. На самом деле, отдел сервиса всегда был важен. Мы уже говорили об этом в прошлом году, если помните, во время обсуждения вашей первой книги. Однако, как я вижу, в условиях пандемии и ее последствий этот отдел стал еще более важен. Обратимся к продажам. Можете ли вы назвать тенденции в области продаж, которые стали более или менее выраженными в связи с изменениями обстоятельств в условиях пандемии? Со стороны продаж. Надо сказать, это непростой вопрос. Если взглянуть на него логически, интуиция подскажет вам, что если люди не могут посещать дилерские центры, или им запрещено это делать, важность цифрового ритейла должна значительно возрасти. К сожалению, в реальности все несколько иначе. Конечно же, насколько я знаю, все дилеры в США так или иначе внедрили приложение для онлайн-торговли. Однако после снятия карантина ситуация, как по волшебству, изменилась к лучшему. Люди просто повалили в дилерские центры. Накопившийся спрос был таков, что на складах возник дефицит. Приложениями для онлайн-торговли покупатели перестали пользоваться. Помните тот анекдот про забитый клиентами автобус, въезжающий на парковку дилерского центра? Это было шуткой. Это уже был не просто анекдот. Он стал реальностью. К сожалению, многие дилеры не интересовались онлайн-торговлей и до коронавируса. А теперь они к тому же получили подтверждение того, что старые методики продаж автомобилей все еще могут приносить значительную прибыль. Хочу сделать акцент на том факте, что период с конца мая и до конца декабря стал наиболее прибыльным для авторитейла за всю историю этой отрасли в Америке. Продавцы, которые до пандемии могли терять 2000 долларов с каждого проданного автомобиля, довели прибыль до 4000 долларов с единицы. Этот разрыв в 6000 долларов обусловлен не повышением эффективности, а рыночной конъюнктурой. Я пытаюсь показать, что дилеры до сих пор не уделяют достаточно внимания цифровому ритейлу. Несмотря на счастливое совпадение, конъюнктура обязательно снова изменится. Заводы будут работать круглосуточно, и проблемы в цепочках поставок со временем решатся. Количество автомобилей снова превысит число потенциальных покупателей. В то же время, в связи с пандемией, на протяжении прошлого года в поведении потребителей произошли серьезные изменения. Мы так привыкли к покупкам через интернет, что многим уже не хочется ехать в дилерский центр и вступать там в переговоры с продавцами. Понятно. Хотелось бы пояснить пару моментов. Во-первых, меня позабавили ваши слова. Когда я занимался продажей автомобилей в конце 80-х, начале 90-х годов, когда я сам был продавцом, мы тоже любили так пошутить, что ты делаешь, жду автобуса. Да, помню, это означало, что пора чем-то заняться, нельзя просто ждать. И вот в 2020 году эта шутка стала реальностью. Покупатели автобусами приезжают в дилерские центры. Все же это просто шутка. Гораздо более важно то, что, как ни странно, пандемия должна была ускорить распространение цифровых технологий в ритейле, но этого не произошло. Общеизвестно, что прошлый год оказался одним из наиболее прибыльных в автобизнесе. Цифровой ритейл отброшен назад, пожалуй, не меньше, чем на десятилетия. Правда, это так. По факту, внедрение технологий цифровой торговли только замедлилось. Дилеры были удовлетворены полученными результатами. Им не охота беспокоиться, ведь они все равно получают прибыль. Зачем заниматься чем-то, что может сработать, а может и нет, но усилия все равно потребуется приложить. Это очень интересная мысль. Давайте перейдем к вашей новой книге. Следующей книге. Это следующая книга, которую мы собираемся публиковать. Она называется Автобизнес 101. Русское название звучит Основы автобизнеса. Хочу спросить вас, чем книга Основы автобизнеса принципиально отличается от вашей первой опубликованной книги Идеальный дилерский центр? На какие новые идеи или методы описанные в вашей второй книге вы хотели бы обратить внимание читателей? Расскажите, в чем отличие этой книги? Я писал Идеальный дилерский центр с целью заложить основы. Читая книгу, человек, занимающийся или желающий заняться продажами автомобилей, должен был понимать, как все работает в идеальном мире. Знаете, возможно, тогда я был моложе и наивнее, однако я каждый день бываю в дилерских центрах. Описанное в книге Идеальный дилерский центр существенно отличается от того, что я вижу в жизни. Поэтому я написал вторую книгу Основы автобизнеса. Это своего рода обратная сторона идеального дилерского центра. В книге Основы автобизнеса рассказывается о том, что происходит в реальности. Она посвящена безумным вещам, которые каждый день происходят в дилерских центрах. Частенько дилеры совершают глупости, даже не задумываясь об этом. Чуть ли не на автопилоте. В этом и заключается цель. Показать дилерам, что они делают неправильно и насколько это бывает глупо и непродуктивно. Очень точно сказано. Как и ранее, мне хотелось бы подчеркнуть, что Идеальный дилерский центр книга об идеальном мире. Это прекрасная книга, которая в полном соответствии с названием повествует о работе идеального дилерского центра. В ней показано, как разные подразделения могут работать сообща, образуя целое, единое целое, а также описаны лучшие практики и методы. Вторая книга «Основа автобизнеса» ближе к реальности. В ней говорится об ошибках, которые мы совершаем, и их влиянии на работу всего дилерского центра. Первая книга о том, как должно быть, вторая о том, как есть. Помимо этого, я не хочу в подробностях рассказывать о книге, я хочу, чтобы зрители купили и прочитали ее. Поэтому упомяну один очень интересный момент из этой книги. Глава «Продавайте запчасти и услуги в интернете» повторяется дважды. Сначала я подумал, почему она повторяется, но потом я внимательно прочел главу и понял, вы хотели сделать на этом акцент. Вы обращаете внимание читателей, что они упускают возможность, очень важную возможность. Это очень интересно, то, что одна из глав книги повторяется дважды, практически без изменений. И это не опечатка, не ошибка. Это ваша попытка указать на перспективную сферу, которую уделяется слишком мало внимания. Вы правы. В процессе написания этой книги я задался целью пробудить сообщество дилеров. Я отправил им сообщение. Парни, пора прекратить это безумие в шоурумах. Времени осталось совсем немного. У нас появилось множество конкурентов. Они повсюду. Производители, такие как Тесла, начали продавать автомобили напрямую потребителям. Торговые площадки по продаже автомобилей с пробегом, например, Carvana, ежегодно продают сотни тысяч автомобилей. Получается, что это в сущности игра с нулевым исходом. Каждый автомобиль, проданный Carvana или Тесла или еще кем-то, это упущенная дилерам возможность. Количество покупателей не бесконечно. Нельзя сказать, да ладно, не беспокойся. Покупателей хватит на всех. Не хватит. И я хочу привести один очень показательный пример из своей книги. Если правильно помню, книгу я написал в конце 2018 года. В тот момент рыночная капитализация компании Carvana составляла 4,5 миллиарда долларов или что-то в этом духе. Вчера я перепроверил эти данные. Теперь она стоит 48 миллиардов долларов. За 2 года рыночная капитализация компании увеличилась в 11 раз. Давайте спросим себя честно, много ли дилеров, которые могут сказать то же самое о себе? Особенно те, кто несет убытки, верно? Верно. Так вот, послушайте, можно до посинения обсуждать важность цифрового ритейла, но факты подтверждают мою правоту. Об этом свидетельствует тенденция Уолл-стрит и поведение потребителей. И так повторюсь, не стоит сопротивляться им, вы должны адаптироваться, ведь этого хотят потребители, и они хотят этого во всех подразделениях, не только в отделе продаж автомобилей, но и в отделах сервиса, запчастей, а также в кузовных цехах. Ясно, Макс, это было очень интересно, я полностью согласен с вашим мнением. Хочу немного разъяснить для зрителей, что вы имеете ввиду. Уолл-стрит и инвесторы, вкладывающие средства в карбана, оценивают не столько текущие показатели, сколько потенциал. Они не получали прибыли уже давно, карбан, не уверен, что они вообще ее когда-либо получали. Они теряют деньги и сейчас хвастаются тем, что в этом году убытки ниже, чем в прошлом. И все же рыночная стоимость компании увеличилась десятикратно. То же самое касается и упомянутой вами компании Tesla. Насколько знаю, они стоят больше, я смотрел пару дней назад, они стоят больше десяти других крупнейших производителей вместе взятых. При этом их продажи исчисляются всего лишь сотнями тысяч, а машины Volkswagen, Toyota и Toyota продаются миллионами. Нет уверенности в том, что Tesla является прибыльной компанией. Так инвесторы делают ставку на перспективность. Это касается и цифрового ритейла, лучших практик и других вопросов, которые мы обсуждали. Хочется посоветовать людям не застревать в настоящем, а смотреть в будущее. Если автобизнес дело вашей жизни, стратегическая возможность, то смотрите в будущее, стремитесь к нему сейчас. Именно так. Если что, я ни в коем случае не пытаюсь сказать, ребята, если хотите быть конкурентоспособными, готовьтесь раскошелиться. Я имею в виду не это. Я о том, что если во время пандемии в вашем отделе сервиса не было системы записи через интернет или услуги вывоза доставки автомобиля, вы упустили целый ряд Понимаю, понимаю, я с вами согласен. Еще пара вопросов. Макс, когда мы говорили о вашей первой книге, я задал вопрос, каков круг ее читателей? Продавцы, руководители, генеральные директора, владельцы дилерских центров, вы ответили, что книгу должны прочитать все, кто серьезно относится к автобизнесу. Так они узнают, что из себя представляет автобизнес и каким он должен быть в идеале. Человек, понимающий важность взаимодействия отделов, быстрее добьется успеха в своем деле. Что насчет второй книги? Какому кругу читателей она адресована? Это те же люди, которых я перечислил? Или в их число входит кто-то еще? Расскажите, для кого предназначена эта книга? Да, на мой взгляд, целевая аудитория не изменилась. По большому счету, это не так уж важно, правда? Допустим, вы продаете автомобили, управляете дирижским центром, или являетесь владельцем группы центров. Взгляд со стороны никогда не помешает. Нередко люди, работающие в компании, боятся сказать вам правду. Бывают и такие случаи, когда сотрудники организации во всем с вами соглашаются, даже если применяющиеся правила, процедуры или процессы недостаточно эффективны. Теперь они могут высказаться, не рискуя создать конфликтную ситуацию. Достаточно сказать, я прочитал книгу, ее автор здраво рассуждает, может нам стоит попробовать его подход. Это мир Авито, где я продаю эффективно. Ведь каждый день здесь ищут авто более трех миллионов пользователей по всей стране. Продвигаю объявления, изучаю аналитику, регулирую цены и все это на едином сервисе. Откройте все возможности Авито для вашего бизнеса. Очень точно сказано. Я хотел бы сделать на этом акцент. Как мы уже обсуждали первая книга посвящена идеальной ситуации, а вторая реальной. В ней описаны сложности, проблемы и способы их решения. Это будет интересно тому же кругу читателей. Люди смогут дополнить новой информацией знания, полученные с первой книги, и лучше увидеть реальность. И последний вопрос. Уверен, вы знаете, что наш спосор это Авито Авто. Это ведущий сайт классифайдов в России и второй по величине сайт такого рода в мире после Craigslist. Авито официальный партнер организации РОАД российского аналога NDA. Компания поддерживает проекты, ориентированные на развитие автобизнеса в России. Итак, они задали вопрос. Это вопрос от них. Они просят вас порекомендовать российским дилерам. Как они должны поступить в свете текущих тенденций, которые наиболее актуальны в начале 2021 года? Что вы можете посоветовать? Какой вы можете дать совет? Слушайте клиентов. Не думайте, что вы все знаете. Даже я не уверен, что знаю достаточно. Просто прислушивайтесь к клиентам. Если они хотят узнать цены на веб-сайте или по телефону, иметь возможность воспользоваться услугой вывоза и доставки автомобиля, или ознакомиться с каталогом запчастей в интернете, а потом положить в корзину необходимые запчасти, оплатить и получить их с доставкой, вы должны идти им навстречу. Бессмысленно навязывать потребителям свой стиль ведения бизнеса, потому что наступило время, когда именно потребитель получил полный контроль над ситуацией. Сейчас уже не 1980 год, когда интернета не было, а клиенты сразу приезжали в шоурум. не было даже необходимости размещать на автомобилях ценники Монронии. Можно было называть совершенно любые цены. Это время в прошлом, центр силы сменился, влияние дилеров свелось к нулю. Понимая это, вы начинаете остро чувствовать свое бессилие. Чтобы удержаться на плаву, достаточно слушать клиентов. Взять хотя бы Apple. Вы можете зайти в магазин Apple, ознакомиться со всем их ассортиментом и пообщаться с продавцом, а потом выйти и приобрести товар на веб-сайте Apple по той же цене, что и в шоурум. Для этой компании не имеет значения, придет человек лично или купит через интернет. Он в любом случае получит обслуживание. У них не говорят, да вы что, мы же Apple, одна из самых дорогостоящих компаний мира, поэтому наш товар можно купить или только в шоурум, или только на веб-сайте. У них абсолютно гибкая политика. Я рекомендую дилерам принять этот подход. Наша задача сделать клиентов счастливыми. Это возможно только при наличии простого, прозрачного и слаженного процесса. Макс, как и всегда, я хочу подчеркнуть эту часть вашего ответа. Вы снова напомнили об одной забавной вещи. Вы сказали, что раньше в ценнике Монрони не было необходимости. Когда я только занялся продажей автомобилей, когда я был еще новичком, первый мой шеф сказал мне, вы же помните времена, когда на автомобилях с пробегом не было цены, только наклейки FTC, а цены не было. Так вот, по словам моего руководителя, если клиент спрашивает, сколько стоит автомобиль, нужно мысленно представить и взять самую максимально возможную цену, которую не будет страшно назвать, замолчать, прибавить к ней тысячу долларов и сказать клиенту. Но я просто шучу, это не действительно в прошлом. Это верно. Вернемся к серьезному разговору. Нужно прислушиваться к покупателям, следовать за ними в будущее, изменять процессы, строить бизнес-подход на их потребностях. Это лучший совет, который вы можете дать дилерам. Именно так, что самое забавное, все люди, работающие в автобизнесе, продавцы, финансовые специалисты, владельцы дилерских центров, все эти люди также являются покупателями, верно? В нерабочее время они тоже совершают покупки в интернете. Все мы заказываем что-то онлайн, одежду, будь то продукты питания, электронику, правильно? Как покупатели мы знаем что для нас удобно. Достаточно просто преодолеть это расхождение между личной и деловой жизнью. По какой-то причине мы прекрасно знаем чего хотим в личной жизни, но если задать вопрос почему бы не применить те же принципы к вашей работе в автобизнесе, люди ответят о нет, в автобизнесе это не сработает, это совершенно нерациональный разрыв. Макс, у нас получился замечательный вебинар, очень интересный, знаете, эта информация пригодится даже мне, я узнал много вещей, с которыми можно поработать. Большое спасибо, что уделили время, еще раз благодарю вас за разрешение на публикацию книг, эта ценная информация будет полезна российским автодилерам и производителям автомобилей, спасибо еще раз, желаю вам удачи во всех начинаниях, и надеюсь, что после снятия запретов на перелет, и вы все-таки, мы все-таки увидим вас в России. Отлично, спасибо за приглашение поучаствовать в вебинаре, надеюсь посетить вашу страну и пообщаться с российскими дилерами. Это мир Авито, где я продаю эффективно, ведь каждый день здесь ищут авто более 3 миллионов пользователей по всей стране. Продвигая объявления, изучая аналитику, регулируя цены и все это на едином сервисе. Откройте все возможности Авито для вашего бизнеса.